Жители Черемхова представят к награде. 23 февраля Евгений Буйлов спас из горящей квартиры детей. По словам очевидцев, 25-летний мужчина, узнав о пожаре, без промедления закрыл лицо мокрым полотенцем, открыл дверь и вбежал внутрь. Из полухающего жилища он вынес четверых детей, которые уже надышались угарным газом и были в полуобморочном состоянии. Потом мужчина, не дожидаясь приезда пожарных, потушил огонь. По словам хозяйки квартиры, она уложила детей спать и на несколько минут отлучилась в магазин. Из-за чего начался пожар, сейчас выясняют специалисты. Переименовать Верхнюю набережную Иркутска предложили депутаты городской думы. Они считают, что 70-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне необходимо увековечить в памяти областного центра и к этому приурочить начало реконструкции Верхней набережной в 2015 году. Администрация Иркутска поддержала идею о переименовании. Около 60 многоквартирных домов отремонтируют в Иркутске в этом году. Здания вошли в программу капремонта. Об этом сообщила начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда администрации города Василина Шунова. Ожидается, что на эти цели из фонда капремонта будет выделено до 340 миллионов рублей. Всего в Иркутске в региональную программу включено почти 5000 многоквартирных домов. Она будет реализовываться в шесть этапов в течение 30 лет. Граждане Китайской Народной Республики стали чаще обращаться в миграционную службу Иркутской области за получением вида на жительство. Об этом сообщает телеинформ. В ФМС региона с таким заявлением обратилось уже 29 человек. 27 из них получили разрешение на временное проживание на территории региона. В Улан-Удэ демонтируют центральный ледовый городок. Такое решение было принято из-за ЧП в региональном центре. Напомним, во время празднования Масленицы во втором Иркутске обрушилась часть деревянной горки. Несколько человек, в том числе и дети, получили синяки и ушибы. Так, чтобы предотвратить подобные случаи, в столице Бурятии уже со следующей недели начнут демонтировать горку на центральной площади. По словам специалистов, на все работы понадобится 3-4 дня. Это видео прислали наши телезрители. На кадрах видно, что универсал Opel Astra заезжает во двор, останавливается. Из него выходит водитель, забыв зафиксировать машину ручным тормозом. Транспорт укатывается, автомобилист бежит за ним. Уже за кадром нам становится известно, что происходит ДТП. Машина врезалась в припаркованную Toyota Probox. Вскоре водитель Opel скрывается с места аварии. В этот же день сотрудники ДПС нашли виновника происшествия. Им оказался 47-летний иркутянин. А если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на нашу электронную почту aestmrsobakayandex.ru или звоните по телефону редакции 33 13 28. Увидимся в 16.00.